Сегодня у нас на календаре 5 сентября 2022 года. Мы начинаем очередной стрим в телеграм-канале Prean.ru. Моя собеседница Анастасия Яни, руководитель Cyprus Sotheby's International Realty. Нас видно, нас слышно. Будем говорить о недвижимости Кипра. У нас сразу тогда первый вопрос. Вся статистика, которая приходит, не доверять ей оснований нет. Показывает, что на Кипре сейчас бомб. Так ли это? Почему растет спрос? Кто основные покупатели? Пожалуйста, несколько слов об этом. Это действительно так. И вообще, на самом деле, статистики Кипра, которые публикуются официально, доверять можно. Потому что это не субъективные данные, а это объективные данные по тому, какое количество транзакций было официально зарегистрировано в земельном управлении. Поэтому это очень корректные данные. Есть небольшие корректировки, но в массе своей это действительно так. То есть у нас вся статистика показывает, что рост достаточно большой по всем сегментам рынка и по всем ценовым, даже по всем ценовым диапазонам. Причин, почему мы наблюдаем такой рост, конечно же, огромное количество. Но давайте выделим те тренды, которые всегда были. То есть на Кипре всегда пользовался популярностью. То есть это не то, что никогда никто не покупал, и вдруг, бац, все начали покупать недвижимость. То есть как Кипр всегда пользовался недвижимостью как направление для отдыха, для солнца, для жизни. Что изменилось в этом году? То есть, конечно же, мы видим большую тенденцию увеличения количества сделок со стороны россиян. Это действительно так. И это, конечно, в первую очередь связано с геополитической обстановкой, с тем, что многие люди хотят изменить ситуацию для себя лично и для своей семьи. И поэтому мы наблюдаем большое количество заявок, связанных с получением постоянного вида нажительства. Одновременно с этим мы видим увеличение заявок из Европы, что тоже связано с геополитической ситуацией, потому что люди понимают, что зима, непонятно что будет, что опять-таки, скорее всего, на Кипре будет гораздо комфортнее. И это я имею в виду в дополнение к стандартным драйверам, когда мы говорили про налоговое резиденство. То есть можно сказать, действительно, если рассмотреть статистику, хотя бы взять данные за июль, рост по сравнению с прошлым годом со стороны граждан, скажем так, третьих стран, да, то есть не Кипр и не Евросоюз, он больше, чем в два раза вырос. Но вот меня действительно очень сильно впечатлила цифра со стороны граждан ЕС. То есть покупок со стороны граждан Евросоюза очень-очень много. Но смотри, Кантоша, рост более чем в половину. Ты говоришь, что во всех сегментах рост, то есть покупают, условно говоря, все подряд. Но тем не менее можно и выделить те объекты, которые сейчас в дефиците, которых не хватает. Конечно. И, Филипп, когда я говорю, что идет рост во всех сегментах, я не имею в виду, что покупают все подряд. Да, то есть, конечно же, у нас есть сегменты, которые более популярны у местного населения. Есть сегменты, которые популярны, например, массовое потребление по ПМЖ. И здесь нужно определять, что, смотрите, если человек хочет приобрести себе, так сказать, гарантированную страховку, что-то, чем он всегда может воспользоваться, то, конечно, здесь мы берем сегмент от 300 до, я бы сказала, 500-600 тысяч. То есть это тот сегмент рынка, который полностью отвечает программе быстрого получения вида на жительство. И одновременно с этим вы можете решить свои инвестиционные задачи и можете переехать и пользоваться этой недвижимостью постоянно. И вот здесь есть достаточно большая разница между европейцами и россиянами. Европейцы, которые рассматривают покупку недвижимости, в массе своей они планируют физический переезд. Поэтому они подбирают, чтобы это было и ПМЖ, но чтобы им и самим подходила эта недвижимость. Россияне в массе своей рассматривают ПМЖ как запасной вариант, возможный переезд, но может быть не сейчас, а позже. Поэтому для них важнее всего комбинация исполнения задачи ПМЖ плюс какая-то ликвидность и плюс какой-то евро доход. Поэтому я бы сказала, что сегмент от 300 до 600 тысяч на сегодняшний момент один из самых популярных. И если смотреть на рынки, искать готовую недвижимость в этом сегменте, чтобы она была от застройщика, чтобы она была готовая, и чтобы уже прямо сейчас можно было сдавать, практически таких единиц практически не осталось. И это я говорю практически по всем городам. Хорошо. Но когда ты говоришь практически не осталось, значит небольшая лазеечка все-таки есть. Но и даже если ее нет, вот человек, желающий приобрести объект 300+, то есть мы говорим о людях, которые хотят через фаст-трак получить постоянный вид на жилиство, как это делается, мы отдельно еще коснемся, но тем не менее. На что они сейчас могут рассчитывать? Все-таки цены изменились на Кипре, ну не сказать, что уж прям так совсем-совсем-совсем выросли. То есть нет такого числа роста, 15-20%, которые есть, например, в странах Прибалтика, например, сейчас мы это видим. Что такое сейчас 300+, где на что ты можешь рассчитывать? И, ну хорошо, если нет ничего готового, то может быть есть что-то почти готовое. Абсолютно, абсолютно. То есть, опять-таки, если мы говорим под запрос, под ПМЖ, я просто быстренько скажу, чтобы наши слушатели тоже знали. Если мы говорим про скоростной вариант получения ПМЖ, то тогда необходимо, чтобы эта недвижимость была от застройщика. То есть здесь мы не можем рассматривать приобретение вторичной недвижимости. И если мы не можем найти что-то уже готовое, то, конечно же, тогда мы выбираем объект, который строится. И на рынке есть достаточно большое количество объектов, которые строятся сейчас. То есть это может быть 3 месяца до окончания, полгода до окончания, год до окончания. И даже с повышением цен вы можете найти очень и очень приличные варианты. Опять же, смотрю статистику. Большинство сделок с иностранцами, причем значительная доля, опять же, по статистике, до 50% заключается сейчас в Лимассоле. ПАФО, Сларнака, РОС тоже есть, но все-таки не такой значительный. Так просто совпало, что сейчас начинают активно строить? Или речь идет о тех проектах, которые когда-то планировались под гражданство, сейчас их перепрофилировали? Что это такое? Или это совсем новое с нуля что-то начинается сейчас? Нет, это все это, смотри, это и те проекты, которые закладывались несколько лет назад, и то, что новое строится. То есть просто опять мы смотрим сейчас, данные земельного управления отражают специфику спроса. И мы знаем, что опять-таки исторически большинство россиян имеют первую тенденцию к Лимассолу. То есть это первый момент. Второй, мы не будем отрицать тот факт, что на сегодняшний момент арендные ставки в Лимассоле самые высокие. То есть получается, что человек, если он приобретает для сдачи, потенциал возврата более высокий, в Лимассоле на сегодняшний момент у него выше. Хотя ПАФО, Сларнака очень сильно подтягивается. И Массол, это уже далеко не первая линия? Что это за районы? Да, конечно. В пределах 300-600 на первой линии нет ничего. И когда я говорю нет ничего, это имеется в виду, что даже вторичные недвижимости, уже в старых домах, прямая первая линия, в этих пределах нет ничего. То есть если мы хотим первую линию, и даже на вторичном рынке нам нужно подходить практически к миллиону. Если мы говорим новая недвижимость от 300 до 600, то в Лимассоле мы имеем в виду, это одну или двуспаянную квартиру, в пешеходной или почти в пешеходной досягаемости до моря, то есть где-то мы говорим на 15-20 минут пешком до моря, вы можете найти очень достойные варианты. Если мы движемся чуть выше, и если наши слушатели знакомы с Лимассолом, то если мы движемся чуть выше к холмам, то там можно найти уже даже трехспальные варианты. Можно ли сказать, что по большому счету это уже даже не курортная недвижимость, в том смысле, что это просто дома без какой-то особой охраняемой территории, какие-то классические квартирные дома в самом крупном городе страны? Я бы все равно называла это курортной, потому что, Филипп, все, где мы можем дойти пешком, и даже если это 15-20 минут, это вполне может рассматриваться как арендная недвижимость, даже по краткосрочным ставкам, то есть тогда это будет считаться курортной недвижимостью. Но это не будет какой-то класс люкс, потому что если мы говорим, что это люксовый сегмент, охраняемая территория, какой-то спортзал, консьерж и так далее, тогда, конечно, нам нужно двигаться выше по ценнику. То есть это мы говорим очень и очень хороший, но назовем так бизнес-класс, чтобы нашим слушателям было понятно. Хотя на Кипре у нас нет такого разделения, но это будет качественный объект, проект, наверное, это будет 4-5 этажей здания, закрытая территория, но не охраняемая, бассейн и, возможно, какая-нибудь мини-инфраструктура, может быть, какая-то комната под спортзал. Если мы говорим вообще о поведении застройщиков, понятное дело, что мы уже с тобой общались не только в Телеграме, но и в других форматах и говорили о том, что эффект ковида, когда, с одной стороны, долгое время люди приезжать на остров не могли, а потом разрешение получили, и как раз появился этот спрос людей, которые сидели у себя в четырех стенах в гораздо более холодном климате, они заинтересовались Кипром. Но параллельно на застройщиков влияло еще, ну и это совершенно естественно, запрет на выдачу гражданства, то есть когда они какие-то свои проекты должны были трансформировать. Что сейчас? Появляются ли новые? Анонсируются ли они? И с того момента, когда происходит анонс, до того момента, когда ты реально можешь что-то покупать и претендовать в дальнейшем на ПМЖ, сколько проходит времени? Здесь у нас получилось, в кучу сошлось очень много разных моментов. То есть первый момент, как ведут себя застройщики. У застройщиков уверенность в завтрашнем не появляется. Особенно, если это застройщики, которые качественно строят, у кого идут хорошие продажи, они активно запускают новые проекты. Но у них даже сейчас я бы меньше сказала, что это паспортная программа, потому что паспортная программа уже в прошлом. То есть эта часть уже не принимается во внимание вообще. Больше всего сейчас беспокоят застройщиков, первое, это стоимость стройматериалов, который продолжает расти и рост огромный. Второе, конечно же, им беспокоит, насколько спрос будет держаться и как он будет держаться. Потому что мы все понимаем, что обстановка сейчас настолько волатильная, что ты не можешь делать не то, что долгосрочные, ты по-хорошему даже среднесрочные прогнозы не можешь делать. Поэтому в массе своей запускаются более мелкие проекты. То есть там, где, например, 15-20 единиц, что легко прогнозировать. Но одновременно с этим у нас сейчас есть несколько грандиозных проектов, и они точно, они продолжаются и будут продолжаться. То есть один из них, например, назовем «Гольф-проект» в Лимассоле. Там идут активные работы. То есть там уже все в порядке, ведутся активные работы. Второй глобальный проект, который еще не вышел на рынок, но там нет вопроса по поводу того, выйдет или не выйдет, это просто еще не пришло время. Это «Марина Ларнакин». Огромный проект, который инфраструктурный проект, самый крупный проект острова, он точно движется вперед, там все идет по плану. То есть, видишь, получается, что и большие проекты запускаются, но мелкие застройщики или средние застройщики все равно предпочитают идти какими-то менее сложными проектами. Хорошо. Если мы поговорим о покупке недвижимости с целью сдачи ее в аренду, какие здесь изменения и нет? Вот те граждане Евросоюза, которые приезжают на Кипр, которые, ну, с одной стороны, это может казаться там абсурдом. Господи, что значит переждать зиму? Ну, не бывает такого. Но, с другой стороны, действительно об этом говорят, что, ну, может быть, и не будет там повсеместного отключения электроэнергии, но какие-то риски, какой-то шумный этот счет есть постоянно. Что им можно предложить? Можно ли здесь говорить о суммах меньше, чем 300 тысяч? И что сдастся, и отдельный момент, а что не сдастся, если мы говорим о покупке? Здесь, если мы говорим о привлекательности недвижимости под аренду, то, конечно, у нас есть несколько основных моментов, на что нужно обратить внимание. Первое, это, конечно же, расположение. Недвижимость, это всегда локация, локация, локация. Как бы это ни звучало слишком просто, но это действительно так и есть. Чем лучше у вас локация, тем быстрее и дороже вы сможете сдать. И как это в практических терминах определяется на Кепле? Если это апартаменты или более дешевая недвижимость, то тогда это чем более центральное место, тем, грубо так сказать, тем более востребованное, тем быстрее вы сможете сдать. Если мы говорим про дом, то по локации, конечно, это уже включается тогда приватность вашего дома, включаются виды и включаются эти качественные характеристики. Второй момент, который необходим, это, конечно, качество, качество недвижимости. То есть если у вас прекрасная недвижимость в отличном состоянии, которая имеет еще какие-то средства отопления, то практически можно гарантировать, что недвижимость улетит за несколько дней. Опять-таки, вот просто опять пример из жизни. Квартира в Лимассоле новая только с техникой. Вышла на рынок, за два дня была сдана по достаточно высоким статусам. Минимальная цена в данном случае все-таки, о чем можно говорить. И если мы поговорим не о новом проекте, а о проекте на вторичке, ну, когда там, в общем, тебе уже не столь принципиально будет у тебя по МЖ, не будет, а квартира может все-таки сдавать. Ты знаешь, Филипп, сейчас мы вот делали интересные упражнения, и практически везде сейчас на Кипре более-менее уже урегулировались цены, и именно в пересчет возвратной инвестиции. То есть сейчас по долгосрочной аренде практически везде человек может получить 5% чистыми годовых, может быть, даже чуть больше. А если мы говорим про вторичные недвижимость, которые человек смог каким-то образом купить очень дешево, тогда у нас было несколько последних вариантов вторички, где мы спокойно выходили на 7-8% годовых. Тема 8-8% это уже совсем такая... Отлично. Опять, ребят, это, конечно, единичные случаи, то есть все-таки ориентируемся на хорошую цифру 5, иногда даже 6% годовых. Окей. Ну, несколько вопросов теперь просто уже такого технического свойства. Судя по количеству покупателей из России, из Украины, из Беларуси, мы это видим, мы это видим, спрос у нас на Приане, украинцы активно покупают на Кипре, россияне активно покупают на Кипре, но рынок Беларуси, он не столь активный, ну, просто потому что он меньше, да, но тем не менее спрос есть. Если мы говорим, допустим, вот о россиянах, это означает, что платежи проходят, как они проходят, что для этого нужно сделать, и в каких случаях не получится ничего подобного? Платежи проходят. То есть единственное, когда у вас не получится ничего, это не связано даже с платежами, это связано с подтверждением ваших доходов. То есть если у нас идет прямая продажа, то есть на самом деле у нас были даже кейсы обмена, когда у нас люди платили в России, и получали, и происходил обмен таким образом. Но мы говорим про более стандартные, когда люди покупают недвижимость и хотят, чтобы это прошло банковскими переводами. Единственное, когда не получится, если вы не можете подтвердить свой доход. То есть если вы не можете показать происхождение средств, то тогда даже не актуально, сможете ли вы перевести или нет. Это первое. Можно сразу вопрос про происхождение средств. Что значит этот вечный вопрос? Во-первых, изменилось ли что-нибудь за последние полгода с точки зрения детализации происхождения средств? Потом, что спрашивают? Нужно показывать активный доход, пассивный доход? Вот такие моменты важны или нет? Ничего не изменилось за последний год. То есть как раз или за последние полгода все необходимые документы, которые были раньше, они остались и сейчас. То есть мы используем, и вы, пожалуйста, используйте логику. Активный, пассивный, неважно. Доход должен быть подтвержден. То есть это не может быть голословная сумма. И каким подтверждением дохода идет в зависимости от источника. То есть если вы заявляете, что вы получаете доход от своего бизнеса, тогда вам нужно показать подтверждение. Вы заявляете, что вы, это ваша зарплата. Тогда вам нужно показать договор найма, выписку по банку, чтобы было видно, что эти деньги действительно приходят, уходят. И эта часть не изменилась вообще. То есть как было, так и осталось. То есть это, еще раз я повторюсь, это единственная причина, по которой вы не сможете сделать платеж. То есть вот теперь мы берем ситуацию, что у вас все в порядке, что у вас есть подтверждение доходов. И сейчас уже встает технический вопрос, каким образом это делается. И почему я именно говорю делается? Потому что таких сделок проходит очень много. Первый вариант – это то, что российские банки выпускают платежи. Это важный момент. В зависимости от того, какой банк, возможно, будет форма договора немножечко другая. То есть здесь уже вступает в силу индивидуальной консультации, когда нам клиенты говорят, где находятся деньги. И именно под этот банк мы можем рекомендовать, будет ли это договор долевого участия, будет ли это договор долгосрочной аренды, будет ли это какой-то еще другой договор. И на основании этого договора деньги приходят на кипы. И это все чисто, и это работает. Второй вариант – это через дружественные страны. И мы, конечно же, я думаю, Филипп, ты видел это по другим странам. Это у нас и Армения, и Казахстан, и Киргизия, и Бубай. То есть дружественные страны. И тогда у нас идет два шага. Тоже полностью рабочий вариант. Вопрос от украинских зрителей приходил. Дело в том, что сейчас, ну, из-за вот этой трагедии, которая происходит, не всегда можно собрать все документы, просто на некоторых частях, в некоторых частях Украины. Насколько эта проблема сейчас, то есть люди не могут подтвердить свой доход, просто потому, что, ну, документы нужно не собрать. К сожалению, вот эта часть должна быть. То есть мы не можем объяснить банку, или для банка это не аргумент, что вот документы есть, но мы не можем их показать. То есть, к сожалению, для банка необходимо предоставлять полный пакет документов. Ну, просто мы общались с многими нашими украинскими пользователями, они говорят, что да, такая трудность есть. Ну, окей. То есть ничего хорошего в этом, конечно, нет, но будем надеяться, что как-то это все-таки рано или поздно ситуация исправится. Хорошо, помимо перевода, есть договор, и с этим договором потенциальный покупатель должен прийти в банк свой и, по сути, совершить потешку. Как долго по опыту сейчас у нас платежи? Опять, это зависит. Если все в порядке, то у нас были самые быстрые платежи, которые осуществлялись, как и раньше, в течение двух-трех банковских дней, и потом уже начиналась процедура на Кипре. То есть получается, что у нас есть несколько этапов. Первый этап – это чтобы деньги вышли из России, и здесь у нас было 2-3 дня. Вообще все было очень-очень быстро. И потом у нас было порядка недели. Это проверка на Кипре и зачисление. Это самый быстрый. И потому что там был очень-очень чистый кейс, обычно на Кипре закладываем 2-3 недели на проверку документов по банку. Так бывает, что человек при этом на Кипре не присутствует. То есть это некая внутренняя процедура банка, когда он просто может отправлять дополнительные запросы, дополнительный набор документов, подтверждение того, что человек не является в информационных списках и так далее. А это так и происходит. То есть, во-первых, мы всегда рекомендуем, чтобы не делать упражнения ради упражнения. На самом деле мы всегда рекомендуем, что мы проверяем все документы для банка даже до того, как проводится платеж. Потому что документы достаточно стандартные. Наши юридические консультанты смогут нам, если там какие-то проблемы, мы их увидим сразу же. То есть мы никогда не доводим и не рекомендуем доводить делку для того, что давайте мы переведем деньги, а там посмотрим. Нет, это все делается заранее. Тогда нет вопросов, связанные с получением постоянного вида нажительства. Как сейчас происходит эта процедура? Сколько времени она занимает? Помимо приобретения недвижимости, какие здесь есть ли и так далее? Смотрите, здесь зависит опять. Вот как раз в этой части никаких сильных изменений не было. То есть если вы покупаете недвижимость не для ПМЖ, то тогда у вас уходит один пункт, что у вас нет необходимости, чтобы деньги приходили с вашего личного счета. То есть получается, что у вас тоже деньги приходят на счет застройщика, если это новая недвижимость, но там нет такой привязки, что это должен быть именно личный счет. Если мы говорим про вторичную недвижимость, то, как было всегда, в принципе, вы можете деньги заводить даже не на Кипр, а в другие страны, где находится владелец недвижимости. И здесь уже зависит, по вторичной недвижимости мы закладываем порядка двух месяцев, потому что здесь есть бюрократические процедуры со стороны продавца. Ему нужно сделать налоговую декларацию, посмотреть свою прибыль и так далее, и так далее. Ничего не изменилось. То есть закладываем порядка двух месяцев с момента принятия решения. Сама процедура выдачи ПМЖ, как она проходит, предположим, человек стал собственником недвижимости, все документы эти у него уже есть. И, кстати, как быстро он их получает? Ты их держишь месяца два, да? Да, смотрите, то есть здесь, вот, значит, разобьем немножечко по шагу. Вот первое, вот вы все сделали, вы выбрали недвижимость, вы зарегистрировали договор купли-продажи и уже оплатили как минимум 200 тысяч. Очень важный момент. Все это может происходить дистанционно. То есть вам даже приезжать не надо, ваше личное присутствие для этого не нужно, если, ну, только вы сами не захотите. То есть у нас, получается, необходимо оплатить как минимум 200 тысяч плюс НДС и собрать весь пакет документов. Вот это у нас отправная точка для подачи заявления на ПМЖ. Мы выполнили эти условия, на ваш юридический представитель, миграционный юрист назначил встречу и подал ваш файл, который приняли. И после этого сейчас немножечко увеличились сроки. То есть сейчас мы говорим порядка 4 месяцев с момента подачи заявления. На момент выдачи, а что собой представляет выдача? Выдача представляет... Очень классный момент. То есть смотрите, здесь получается, что сначала идет подтверждение юристам, что идет ваш кейс рассмотрен положительно. И вот здесь вам нужно лично приехать. У вас есть целый год для того, чтобы это сделать, потому что когда практически это ПМЖ будет выглядеть как карточка ID. Но для нее вам нужно сдать свои биометрические данные, а машинка для сдачи биометрических данных находится только на Кипре. Понятно. То есть, ну, я думаю, что это не самая большая проблема. Тем более, единственный, кстати, момент. Не знаю, сможешь ли прокомментировать, ведь как сейчас на Кипр... Во многие страны можно добираться, допустим, из России через Турцию, но Кипр с Турцией не в ладах, поэтому не получается. Я правильно понимаю, что въезд должен осуществляться изначально на территорию Южного Кипра? То есть, или это не в Лидии Южного Кипра? Нет, конечно. И все-таки, ребят, если мы идем по ПМЖ, не стоит рисковать, приезжайте через Южный Кипр. Сейчас, действительно, до Кипра можно добраться только на перекладных, но вариантов достаточно много. То есть, у нас люди летят через Сербию, через Израиль, через Дубай. То есть, вообще, как бы, вариантов через Фирляндию. То есть, в зависимости от того, где вы находитесь сейчас, маршрутов уже проложено достаточно много. Но я бы не помендовала заезжать через Северный, приезжайте все-таки на Южный. Ну, и это мы, я, кстати, просто поступил в традиционный вопрос. Безусловно, мы запись нашу выложим в течение, и сегодня к вечеру, наверное, она уже будет. И мы в Телеграм-канале, она у нас появится, и на Ютубе она будет выложена. Так что, посмотреть, кто не успел, к началу можно будет. В двух словах все-таки. Понятное дело, что любой человек, который хочет купить недвижимость, он примерно присматривается к рынку, интересуется, что можно выбрать сейчас, а может быть, через месяц другой будет поинтереснее, или, наоборот, через месяц другой интереснее не будет. Все-таки, твое ощущение, как это работает сейчас, какая волна логики химорских завтройщиков, учитывая, что цены у них растут, как ведут себя крупные, как ведут себя мелкие. Несколько слов. Ну, это, опять-таки, если бы мы знали наверняка, то наши вебинары и наши встречи с тобой ценились бы на без золота, мы можем только предполагать. Если смотреть на то, что происходит сейчас, все-таки спрос сейчас высокий. Спрос действительно высокий. на предложение или на стоимость предложений влияет слишком много факторов. То есть у нас и геополитическая ситуация, у нас и стоимость материала дорожает, у нас и объемы строительства в COVID сократились. То есть получается, что сейчас, если смотреть сугубо технократически, весь потенциал идет на то, что цены будут расти. Местный рынок, насколько он активен, и вообще внутренний спровод. Киприоты пытаются куда-то пристроить свои деньги, и для них сейчас цены, вот этот рост цен, хотя он не столь велик, как в других странах, становится уже неприятным, и они просто отказываются от сделок и так далее. Кипрский рынок тоже очень активен. И мы, когда с тобой обсуждали, мы забыли еще один момент, потому что мы больше говорили про BMJ и так далее, и так далее. Мы не обратили внимание на то, что сейчас, опять-таки, в силу инфляции все больше и больше людей не хотят держать деньги в сберегательной кассе, как говорится, а предпочитают все-таки вкладывать в недвижимость. То есть это такой консервативный актив, который ты хотя бы понимаешь, что с ним происходит. То есть акции, ценные бумаги, банки, это же мы же не понимаем, что происходит. И наши 100 тысяч сегодня, завтра реально будут 80 тысяч. С недвижимостью мы все равно застрахованы от таких сильных колебаний. Поэтому, конечно же, и местный рынок ведет себя очень активно. И получается, что, во-первых, люди вкладывают для себя, например, сейчас очень популярна покупка для детей. Она всегда была популярна, но сейчас это еще больше идет, мы видим. Мы видим в более низком, конечно, сегменте. То есть квартира, я бы сказала, до 200-300 максимум. И дома, опять-таки, в массе своей, 300-400. Кипрский рынок очень активный. У нас есть проекты, где 90%, то есть, например, недавно запущен проект, небольшие домики около Пафоса. Я бы не сказала, что супер дешевые. То есть там цена 700-800 тысяч. 90% покупателей киприотов. А в чем вопрос? То есть это как-то он изначально предлагался на внутренний рынок, вроде как и по цене, под ПМЖ подходит, и место, которое... Только люди быстрее среагировали. То есть иногда бывают такие ситуации, и очень часто мы не обращаем такое большое влияние на внутренний рынок именно вот в наших беседах. Да, потому что понятно, что мы с тобой обсуждаем все-таки иностранцев, которые приезжают. Но киприоты сейчас становятся тоже активными покупателями. И, конечно, в массе своей, опять-таки, это более низкий сегмент. И в массе своей это все-таки вторичная недвижимость, либо земля. Но сейчас новые поколения, они тоже выбирают уже недвижимость под ключ, и они тоже хотят жить в новых качественных проектах. Окей. Ну и тогда в заключение еще один момент, который, ну, что мы говорим, не дает покоя. Вот новые проекты, небольшие, от застройщиков средней руки, которые, как ты сказала в начале нашей беседы, не совсем уверены в завтрашнем дне, потому что ограничения, они то вводятся, то усиливаются, то ослабевают. В какой-то момент все могут покупать, в какой-то момент, ну, никто не знает, что будет через месяц-два. Ну, вот скажем, с начала лета, сколько новых проектов появилось? И что значит появилось? То есть, какая-то презентация, есть какие-то черпежи, есть какой-то план строительства, вы на, пожалуйста, покупайте. Или сейчас все-таки застройщики чуть на более поздней стадии начинают говорить о своих предложениях? Окей. Я не смогу сказать точную цифру, то есть вот прямо четко, какое количество новых проектов появилось. Но новые проекты появляются всегда. И что мы считаем появлением нового проекта? То есть появлением нового проекта для нас, как для агентов, и для вас, как для покупателей, это когда у проекта уже есть разрешение на планирование. На Кипре у нас есть две основных лицензии для вывода проекта в свет, так сказать. То есть это первое, это разрешение на планирование, когда у нас уже понятно, что там будет строиться, сколько квадратных метров и какая недвижимость, и, соответственно, с этим уже цены появляются. И вторая лицензия – это разрешение на строительство. Но для продажи важно разрешение на планирование, потому что уже после этого мы можем дефонировать или регистрировать договор купли-продажи в земельном управлении. Ответила? Да, да, ответила в поле. Дорогие друзья, на расстоянии руководитель Cypress International Realty в нашем телеграм-канале, в нашем стриме. Я просто уже под конец достал цифры последние, которые компания КПМГ и РИКС привели. Очень интересные и, на самом деле, в значительной степени подтверждающие то, что ты говорила. Как изменились арендные ставки в годовом исчислении? В абсолютных цифрах на квартиры и на дома не повысили взагог к второму кварталу 2022 года примерно на 10%. Коттеджи для отдыха чуть-чуть меньше. Но если мы говорим о договоре с доходностью, то квартира – это около 5%, дома – около 3%. Вот пару слов буквально об этом. Действительно ли коттеджи чуть менее интересны, чем квартиры? Это просто в объеме. То есть это не то, что они менее… Это другой тип. Апартаментов всегда покупают больше. Потому что по апартаментам главный момент такой, что я не знаю, к примеру, что если это вторая недвижимость, то я могу закрыть и уйти. И по апартаментам, конечно же, обслуживание идет дешевле, потому что все-таки, ну как, у тебя нет бассейна, нет сада, это гораздо получается легче. Окей. Хорошо, друзья. Анастасия Янина, наш экспорт по Кипру. Спасибо огромное за эту беседу. В ближайшее время выложим наш стрим в Телеграм-канале при Анру. В ближайшее время у нас будут еще и вебинары, уже не в Телеграме, а на нашей платформе. Тоже посмотрите. Я думаю, что это может быть вам интересно. Там не только по Кипру, хотя и по Кипру тоже. В любом случае, спасибо огромное. Всем мира. Анастасия, надеюсь, до встречи у вас, быть, и очень, и всем черт пишет. Всем мира и добра. Афелик, спасибо огромное. И, надеюсь, до скорой встречи мы готовим что-то очень интересное. Это замечательно. Будем очень рады и расскажем об этом в том числе и на страницах при Анру. Анастасия Яния, Cypress Office International Realty, Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом. Спасибо и до встречи. Спасибо и до встречи. Счастливо. И, надеюсь, до встречи.